Назовите мне, пожалуйста, основные мотивы курения. Почему люди курят? Нервы. Нервы. Что с ними делают, с нервами? Распокаивают. Успокаивают. Успокаивают. Еще. Типа красиво. Расслабо. По привычке в каких ситуациях обычно закурим? Стрессом. Снять стресс. Стресс это что такое, помните? Напряжение. Значит, с напряжением снять напряжение. Расслабиться. Смотрите, некоторые люди курят для того, чтобы расслабиться. А некоторые, вы это очень, ну, чаще всего это показывают в кино. Некоторые умные люди, они курят в тот момент, когда о чем-то думают напряженно. Для чего? Сосредоточиться. Отлично. Сосредоточиться. Теперь внимание. На самом деле, в вонючей соске есть вот эти переживания. Как может ядовитый вонючий дым дать эффект? Смотрите, если бы в вонючей соске было бы расслабление, то некурящие люди бегали бы за курящими и просили, дай подышать. Вот среди вас есть некурящие, есть? Вы бегаете за курящими? Когда рядом с курящими проходите, вы расслабляетесь? Нет. Я когда рядом с курящими прохожу, я не расслабляюсь, а наоборот напрягаюсь. Чаще всего с курящими людьми я встречаюсь в подъезде. Так как я езжу на машине, на улице редко, в основном в подъезде. Захожу в подъезд, кто-нибудь стоит и сосет. Значит, прохожу мимо, у меня расслабление не наступает. У меня наступает, знаете что? Чтобы вам было понятно, что у меня наступает, я вам примеры жизни приведу. Как-то я захожу в подъезд, и в подъезде на лестничной клетке кто-то навалил. Такое не каждый день увидишь, согласитесь. Мне стало нехорошо, у меня стресс. И вот когда я в подъезде, встречая курящих людей, у меня точно такое же ощущение. Как будто я прохожу рядом с кучей дерьма. И никакого расслабления у меня не наступает. А если бы табачный дым расслаблял, я должен был бы расслабиться. Как доказать, что нет никакого расслабления и нет никакого эффекта в ядовитом дыме? Скажите, пожалуйста, те эффекты, которые вы назвали, расслабиться и сосредоточиться, это одно и то же? А что это? Это взаимоисключающие вещи. Как один и тот же ядовитый дым может одновременно дать два противоположных эффекта? Покупаешь в аптеке таблетку, и одна таблетка повышает и понижает давление. Такое может быть? Нет. Итак, в ядовитом дыме ничего нет. А курящие умудряются получить. Само получение нет. Значит, для того, чтобы получить, этого на самом деле нет? Как называется то, чего на самом деле нет, а нам говорят, есть. Что это такое? Ложь. Или по-другому обман. Но смотрите, курящие люди умудряются вот это получить. Значит, не курящие не получают, потому что там ничего нет. А курящие получают. Для того, чтобы получить этот эффект, нужно в этот обман обязательно чего? Поверить. Самообман. То есть, смотрите, вера в сказочные свойства наркотиков дает вот этот вот эффект. Вера в сказочные свойства наркотиков. Только вера. Все курильщики – это верующие люди. Они каждый день скидываются деньгами, выплачивая сначала за табак, потом работая на таблетки. Это огромная секта. 44 миллиона человек в России. Итак, все курильщики – верующие люди. А теперь посмотрите, что происходит дальше. Человеку отрезают ноги и руки. Когда человеку отрезают ногу, вы видели, да, ролик? Он просыпается после наркоза. Какие ощущения, знаете, у этого человека? Он проснулся, у него нету ноги. Ноги, с которой он жил 40 лет. Но она продолжает болеть. В медицине это называется, помните как? Фантомная боль. Отсутствующий орган продолжает болеть. И у него от этой боли, у курящего, чего? Стресс. И он чего говорит? Ему сказали, мы тебе ногу отрезали из-за курения. Не брось курить, отрежем вторую. А он просит чего? Дайте покурить. Он за свою веру готов расстаться с ногами. Потом, как вы видели в ролике, с руками. И человек за веру готов чего? Умереть. И курильщики умирают с бычком во рту за свои собственные деньги. Вот что движет человеком. Не химические свойства, а вера.